В этом доме на улице Маяковского новые фасады Кровля. Сработала программа капитального ремонта. 15% средства жильцов, остальное софинансирование в счет будущих платежей. Вместе с тем зданию 40 лет. Нужно было отремонтировать три входных группы. На ступеньках новая плитка. Ее укладкой и другими работами занималась управляющая компания. Материал предоставил один из застройщиков. Координировал процесс депутат горсовета. По мнению Алексея Аксенова, на призыв главы города сделать Анапу самым благоустроенным курортом побережья должен откликнуться каждый. На самом деле деньги небольшие. И самое что интересное, есть бизнес Анапы, который откликается и помогает людям. Это приятно с ним даже работать в этом направлении. Задача какая, что люди должны видеть, что объединившись, можно достичь результата. Вот сейчас люди объединились, все квартиры поняли, что можно своими силами сделать, во-первых, и дом крашей, и чтобы прилегающая территория тоже соответствовала. То, что здесь живут неравнодушные люди, видно по прилегающей территории. Здесь было полуболото такое, за камышом заросло. Мы выкручили с женой, где камни пособирали. И вот это все ручную я собирал, ремонтировал, делал. Сегодня это называется ландшафтным дизайном. После того, как территорию расчистили, идеи начали приходить сами, а материалы сами проситься в руки. Городские службы занимались обрезкой деревьев, остались ветки. Так получился колодец. Похожая сова есть в одном из парков. Мастер решил сделать аналогичную скульптуру. Дети приходят, многие фотографируются, приходят. Красиво. Вот бочку, например, я где-то нашел, кто-то из-под вина выбросил бочку. Нормально бочку я пристроил, и она красивая. Жители считают, что теперь у них есть все шансы победить в городском конкурсе на самый уютный дворик. На сделанном останавливаться не собираются. Уже планируют заменить электропроводку, а после этого можно будет заняться косметическим ремонтом подъездов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.